ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ближайшие три месяца легковые автомобили в нашей стране можно эксплуатировать только с зимними покрышками. Как напоминает издание «За рулем», это требование технического регламента Таможенного союза. Однако штрафа за несоблюдение предписания, как известно, не существует. Наказать водителя могут, если он установил шипованную резину только на одну ось, либо если используются шины разных размеров и моделей. ТРАССА 101 Учился на права один человек, а пришел сдавать экзамены другой. Говорят, такие случаи есть. Для того, чтобы их избежать, МВД просит предусмотреть на практическом испытании видеосъемку. Снимать надо лицо кандидата в водители, чтобы потом сверить изображение с фотографией в его паспорте. Кроме того, перед контрольной поездкой экзаменатор обязан будет вслух произнести фамилию, имя и отчество испытуемого. ТРАССА 101 Можно или нельзя штрафовать за превышение средней скорости? Неразбериха. С одной стороны, есть постановление Пленума Верховного Суда, в котором такое взыскание трактуется как незаконное. И на основе этого местные суды оправдывают нарушителей. С другой стороны, сообщает коммерсант, суды некоторых субъектов не встают на сторону заявителей. Что же делать? В любом случае, советуют эксперты, штраф за превышение средней скорости надо попытаться обжаловать, так как такого понятия в КАЭПе не существует. ТРАССА 101 КИА запустила продажи высокого хэтчбэка Rio X, который представляет собой модернизированный X-Line. Сцены на машину начинаются от 945 тысяч рублей. Из внешних элементов у нее изменились решетка радиатора, бамперы и фары. Новых моторов нет. Агрегаты по-прежнему имеют форсировку 100 либо 123 лошадиные силы, коробка механика либо автомат. За топовую версию придется выложить 1 миллион 240 тысяч. ТРАССА 101 Психологическая нагрузка на водителей за последние 5 лет существенно возросла. Об этом заявили немецкие ученые. Всему виной рост числа автомобилей. В первую очередь стрессу подвержены начинающие шоферы. Однако и опытные могут нет-нет, да и вспылить. Катализатором тут может быть плачущий в салоне авторебенок или, например, тихоход, который находится впереди. В любом случае, советуют специалисты, надо знать, что тебя успокаивает. Музыка, аудио, книга, приятный запах и так далее. И пользоваться этим в автомобиле. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова